Друзья, всем привет! Давайте поговорим сегодня о фейках. У нас есть для этого хороший повод, показательный очень. Вы помните всю историю про распятого мальчика? В общем, якобы в Славянске распяли мальчика, украинские солдаты и добровольцы. Телеканал Дождь нашел женщину, которая распространила весь этот фейк, участвовала в распространении. Посмотрите ее рассказ. Неправда, пускай будет неправда. Я не хочу ничего говорить, ни да, ни отвергать. Каждый имеет на свое право мнение. Каждый народ имеет, говорят, медали с две стороны есть, белая и черная. Так и все. Ну, кто видел, кто там был, тот знает. Тот прекрасно знает. Даже мои соседи, которые там со мной жили, сказали, ты единственная, которая не побоялась сказать правду. То есть вы утверждаете, что эта история правда до сих пор? Да. В общем, ее зовут Галина Пышняк, живет она в России. Она ей сейчас рассказывает, что все это была правда. Только в Украине такое сейчас НКВД, что, в общем, вот нельзя правду, слово правдой рассказать и все боятся. Но дальше ее стали расспрашивать и полезно совсем другое. Она в 2019 году с трудом получила российское гражданство вместе со своим мужем, бывшим беркутовцем. И рассказывала, что им пришлось даже нанять адвоката, что никому они в России не нужны, что им говорят, называют их охлами и бандеровцами и говорят, валите в свою Украину. Вы тут нам не нужны. В общем, представляете, какая просто шекспировская история, как вся эта пропаганда оборачивается против своего орудия пропаганды, ее же. И теперь вот все эти зомбированные граждане России говорят ей то самое, что она распространяла, рассказывая эти истории про распятого мальчика. Это, конечно, удивительно. И вот это на наших с вами глазах происходит. Более того, сейчас Россия все это повторяет. Сейчас новая история, теперь мальчик убит из беспилотника якобы. Ну, еще одно вранье классическое со стороны Российской Федерации. Мы уже все показали, что никакие там беспилотники не летали, ничего. Но они продолжают это все разгонять. Они продолжают нести страшную кругу. Там статья Тимофея Сергейцева на РИА висит, что просто фашисты, нацистская Украина, как высшая степень фашизма. И нужно денацифицировать. В общем, всех нас надо лечить и убивать. Ну, это вот они все пишут. Это просто безумие, которое они сеют, эту ненависть. И, конечно, все эти Соловьевы, Скобеевы, Сергейцевы, Симоняны и прочие, все будут, все, конечно, еще понесут ответственность. На их руках кровь. И это очевидный факт. Россия их использует, ну, Путин их использует для того, чтобы разжигать эту ненависть, а дальше направлять ее так, как ему удобно. Вот она, собственно говоря, реальность. А мы с вами должны с этой пропагандой бороться, что мы и делаем. Поэтому распространяйте это видео, покажите его всему и перешлите. И россиянам, и тем, кто живет на Донбассе, оккупированном сейчас. Или выходцы оттуда, чтобы они увидели настоящее отношение путинской России к жителям Донбасса. Что они просто пушечное мясо. И никому они там не нужны, как рассказывает этот агент пропаганды, о которой мы сегодня с вами вспоминали о распятом мальчике. Я думаю, это очень показательно. А мы с вами, друзья, развиваем страну, держим строй. Посмотрите, как в Гончаренко-центре, в Ивано-Франковске, бесплатно дети учат английский язык. Кстати, это еще видео онлайн. А сегодня Гончаренко-центр в Ивано-Франковске возвращается к нормальной жизни, потому что Ивано-Франковская область перешла в желтую зону и центр заработал. Так что приходите, занимайтесь, дети, взрослые, английским и не только английским. Держим строй, друзья. Итак, читаем. Так, в английской мове трошки иначе. То есть две углы могут означать другий звук. И вот мы сейчас поделимся, какой мы сегодня новый звук вивчим, и какие есть эти звуки слова. Окей? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok